Полезное время с Романом Шаховым и Любовью Володиной. Итак, в гостях у ведущих вечернего шоу «Полезное время» врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, основатель проекта Nordic Health, кандидат медицинских наук Кристина Володина. Здравствуйте, Кристина. Добрый вечер. Очень приятно видеть вас. Для нас большая честь, потому что мы немножко, ну так вот чуть-чуть вот знакомы со скандинавской ходьбой, но все-таки вычек, который ее знает, как мне кажется, досконально. Стараемся изучать. Что необходимо, чтобы начать заниматься скандинавской ходьбой, кроме желания? Инвентарь соответствующий и базовая экипировка в виде кроссовок хотя бы. Ну и в перспективе спортивного костюма, уже в зависимости от сезона года, сейчас лето, жара, головной убор, соответствующая футболка, легкие штаны или лосины, обязательно вода, обязательно солнцезащитные очки, солнцезащитный крем. Но это уже все, как говорится, в перспективе, потому что нас может спасти тень деревьев. Палочки мы покупаем специальные. Базовые у нас уже имеются, Роман Шахов сейчас как раз-таки вот с ними в руках, Роман. Это базовые складные палочки, у них меняется длина, можно вот их сделать длиннее, можно сделать короче. Скажи, ты уже открыл сезон скандинавской ходьбы? Я попробовал походить. По дому или все-таки во дворе? Я во дворе походил. Молодец. Но надо понимать, какая длина, как выбрать длину правильно. Для того, чтобы определить длину скандинавской палки, нужно ответить на несколько вопросов. Во-первых, надо понимать, кто к нам пришел. Например, спортсмен, который образно там неделю назад пробежал марафон 10 километров и в качестве восстановительных тренировок хочет ходить с палками. Или это все-таки пациент, который неделю назад выписан из стационара после, например, инфаркта миокарда. Поэтому первое, мы это уточняем, спортивный анамнез. Опять же, когда и как часто, и регулярность ли, возможно, это в школе последний раз, на уроке физкультуры посещал потенциальный скандинав занятия физкультурой. Второе, как я уже сказала, это анамнез, потому что возраст, это просто цифра, можно и в 30 лет быть активным, спортивным, и в 60 лет быть таким. Но, например, мой пациент, самый юный по диссертации, который перенес инфаркт миокарда, ему было 32 года. Поэтому нам, естественно, очень важно понять, что происходит в сердечно-сосудистой системе, опорно-двигательным аппаратом. И уже, учитывая этот факт второй, мы также интересуемся образом жизни. Потому что многие после карантина так и не вернулись в широком смысле слова в офис, остались работать удаленно дома, сидя. При этом мы едим сидя, с друзьями чаще всего общаемся сидя, приятное время проводим сидя, в транспорте едем сидя, независимо это метро или, опять же, личный автомобиль. И, конечно, образ жизни очень сильно накладывает отпечаток на подвижность наших суставов. А подвижность наших суставов, это следующий пункт, определяет длину шага. В частности, чем больше мы сидим, тем более скованные у нас тазобедренные суставы, и иначе работает область позвоночного столба, в частности, поясница. И шажочки, я с собой специально взяла своего деревянного жорика. От этого, конечно же, очень сильно зависит длина шага, от мобильности тазобедренных суставов. Потому что, как представим, что жорик сидит, у нас тут есть ряд мышц, которые деформируются от длительного состояния гиподинамии, и уже полного хорошего разгибания человек стоя делать не может. Это, конечно же, тоже влияет на длину шага, что, в свою очередь, влияет на длину скандинавской палки. Потому что, в целом, у нас с палками глобальная задача – это через скандинавские палки включить мышцы рук, включить мышцы туловища. И для этого нам нужно палку, в большинстве случаев мы отдельно обсудим, когда не стоит этого делать, заводить руку за туловище. Это обеспечивает движение лопатки. Лопатка включает вокруг себя более шести мышц, и через лопатку у нас включаются и мышцы спины, потому что есть такая большая массивная мышца, идущая от поясницы через нижний угол лопатки, формируя подмышку. То есть раз – через это включилась спина. Через боковые мышцы, которые также идут к лопатке, у нас включаются косые, зубчатые, которые, в свою очередь, включают мышцы живота. И таким образом, когда палка подобрана правильно с учетом спортивного анамнеза, анамнеза – состояние здоровья, образа жизни, который влияет на длину шага, мы вот таким вот образом правильно включаем наше тело в биомеханику. И благодаря тому, что, в частности, у Романа палки секционные, повышая функциональный статус, свои возможности, да, длина шага нарастает, тонус мышц нарастает, мы можем идти шире, и, как следствие, высота палки увеличивается. Отлично. То есть чем больше у Романа будет возможность дать нагрузку, тем, собственно, палка будет становиться выше, я правильно понимаю? Чем он сможет эту нагрузку реализовывать с учетом вот всех этих факторов? Да, конечно, мы за счет как раз высоты, это один из критериев, как мы можем дозировать нагрузку в скандинавской ходьбе, высотой скандинавской палки. Но, опять же, если палки будут слишком высокие, как у Деда Мороза, то мы будем на них опираться как на посох, а наша задача как раз включать руки, включать лопатку, и от лопатки все вот эти вот мышцы на спине, по бокам, на передней поверхности туловища. Поэтому суть именно в правильно подобранной высоте, и очень часто, например, мой личный рост, если добавить там 1 сантиметра, 1 метр 70, я хожу на 110 сантиметрах. И в рамках различных там лекций, семинаров и тренингов активно об этом говорю, потому что в интернете есть коэффициенты. Последние несколько лет я уже перестала ими пользоваться, там есть коэффициент 0,6 для пациентов, 0,66 для условно здоровых, 0,68 для спортсменов. Но, опять же, мы понимаем, что люди могут заниматься разным спортом. Пациент может быть с хроническим тензилитом и может быть с болезнью Паркинсон. И это оба пациента, да, один только совсем в измененной биомеханике будет, ну, а второй тоже как бы хронический пациент, в какой я, например, являюсь с тензилитом. Но это не будет так сильно влиять на высоту скандинавской палки. Поэтому, естественно, будучи врачом, я как врач призываю всегда начинать с консультации. Не обязательно именно врачебные, но очень важно, чтобы инструктор или тренер, к которому придет подопечный, спросил о его состоянии здоровья. Потому что визуально мы все молоды, красивы, и душой, и телом, и глазами. Но всегда анамнез может быть очень сильно разный. Интересно, что иногда замечаешь людей, ходящих с этими палками, вроде скандинавские или не совсем скандинавские, но там согнуты руки, палки ставят вперед, а не как, вот говорит Кристина на своих занятиях, под мочку уха, правильно? Роман поднял очень важную тему, потому что в некоторых случаях мы с нашими подопечными как раз ходим с согнутыми локтями. Когда это? Например, при болезни Паркинсон. Когда задача в целом сохранять максимальную подвижность тела. В силу изменений определенных гормонов, работа головного мозга изменяется в целом вся биомеханика. Нарастает скованность, ригидность очень сильная, и ригидность, и скованность мышц. Человек, у него нарастает грудной кифоз, сутулась простыми словами. Совсем становится короткий шаг, он становится очень сильно неустойчивым. И палки в этом случае выступают как доп опора. И с такими подопечными мы как раз ходим с согнутыми локтями, так называемый японский стиль скандинавской ходьбы, ставя перед собой, образно говоря, как Дед Мороз, для того, чтобы, опять же, через движение, восстанавливать движение, чтобы постепенно от скандинавской ходьбы, вот такой совсем реабилитационной, мы переходили к более оздоровительной, и не только наша задача с пациентом, с подопечным, с палками научиться правильно ходить. Нам важно, чтобы он в жизни мог делать все, что хочет. Хочет Эльбрус покорять, не знаю, хочет полы самоет. Это главная задача любой физической реабилитации, любой тренировки. Дамы и господа, если у вас есть вопросы к нашей гости, помните номер, плюс 7909-955-1030, смс, ватсап, вайбер, мы сегодня говорим про скандинавскую ходьбу. Может быть, вы уже занимаетесь, может быть, прямо сейчас вы на ходьбе и слушаете нас в каком-нибудь переносном устройстве. Напишите вопросы и пожелания нашей гости Кристине Володиной. Мы послушаем музыку и скоро вернемся. Полезное время с Романом Шаховым и любовью Володиной. Верховую езду оставим на другой раз. Дорогие друзья, сегодня в эфире радиошансон. В рамках полезного времени мы говорим о скандинавской ходьбе и слушаем Кристину Володину. И вопросы приходят от слушателей радиошансон. Вот, пожалуйста, добрый вечер. Очень интересно, в какой промежуток времени лучше провести тренировку. Утро-вечер. Сколько она должна быть по времени и как быть с гипертонией при приеме терапии? Не противопоказаны ли занятия? Спрашивает Туся, Тася, наша дорогая постоянная слушательница. На самом деле очень много важных заданных вопросов в отношении времени. Глобально мы занимаемся тогда, когда можем. Если мы работаем с 9 до 6, то, естественно, мы в 2 часа при всем желании с палками не пойдем заниматься. Если у нас есть возможность выбирать, то ориентируйтесь, опять же, на свою активность. У нас кто-то с утра бодрый, весел, кто-то, наоборот, под вечер. Поэтому четких каких-то рекомендаций в этом плане нет, общих. Они все-таки индивидуальные. Был задан вопрос в отношении гипертонии. Если подобрана правильно терапия, то, во-первых, цифры артериального давления скорректированы. Они до 139, верхняя граница. И в этом случае мы, прям обязательно нам показана кардиотренировка. Причем как раз в таком щадящей тренирующем режиме, в коем является скандинавская ходьба. Ни бег, ни какие-то более такие взрывные нагрузки. Можно, опять же, как альтернативный вариант, это плавание, рассмотреть какие-то танцы, средние интенсивности. И, конечно, палки очень здорово тренируют и сердце, и сосуды. Учитывая, что и сердце, и средний слой в сосудах – это мышцы. Мышцы тренируются только упражнениями, к сожалению или к счастью. И если мы говорим именно о пациентах с профилем сердечно-сосудистой системы, то им лучше заниматься в утреннее время, то есть где-то до 12 часов. Это, опять же, связано и с кардиологическими ритмами, и с работой сердечно-сосудистой системы. И, опять же, к вечеру, когда, например, пациент, именно пациент позанимается, это, естественно, будоражит его нервную систему, и, в частности, симпатическую, которая у нас выбрасывает разные гормоны стресса, в частности, адреналин. И на фоне этого может потенциально быть подъем артериального давления. Учитывая, что, наоборот, нам нужно к вечеру успокаиваться, все эти параметры, чтобы у нас уменьшались от давления и пульса, именно в этом вот конкретном случае лучше заниматься в первой половине дня. Но, опять же, гипертоникам очень важно контролировать водный-электролитный баланс, то есть всегда с собой бутылка воды, в жару имеется в виду, всегда головной убор. Может, и затоник даже? Глобально, да, но не все, я думаю, наши слушатели знают, что такое затоник, поэтому простыми словами назовем это минералкой, которая богата разными электролитами. И замечательно, чтобы она всегда была с нами, даже независимо на палках мы, или не на палках, потому что пообещали завтра 28, надо себя беречь. Время занятий. С какого времени начинать, чтобы не перетрудить организм? По длительности. По длительности. Смотрите, опять же, есть правила биохимии, которые четко нам дают понять, сколько требуется на переработку углеводов, простыми словами, то есть то, что мы там мучное съели, булочки, пирожные и так далее, требуется не менее 30 минут. Поэтому, если у нас глобальная цель нормализации уровня сахара, нормализации артериального давления, нормализации состава тела, в частности, жировой ткани, то нужно заниматься со скандинавскими палками или плыть, или танцевать не менее 30 минут. В идеале, когда мы говорим о пациентах, это длительные занятия 35-45. Если мы говорим про условно здоровых, которые хотят поддержать себя в хорошей форме, и, может быть, есть какие-то легкие отклонения в состоянии здоровья, это 45-65. Если мы говорим о тех, кто хочет с помощью скандинавской ходьбы готовиться запросто к беговым марафонам, чуть ли не к триатлону, в моей практике такие тоже у меня были подопечные, то, конечно, длительность занятий здесь значительно выше. Это и 80 минут, и 120 минут. Но там уже идет, конечно, все по циклам, каждый день своя тренировка по интенсивности, по длительности, горки, ускорения и все прочее. Это спорт, сразу говорю. Поэтому мы определяем, в какой мы группе, и счастливо в этом времени занимаемся. Сколько раз в неделю необходимо заниматься, чтобы достичь какого-то определенного результата, который ставим так или иначе перед собой? Двигаться, похудеть. Для физической активности, да. Минимум это два. Я не сторонник сверхзадач, потому что очень часто у нас много всего в жизни, и когда мы туда еще пытаемся 3-4-5 тренировок чего-то вставить, ну, на какое-то время нас хватает, те, у кого силой воли чуть больше, ну, на неделю, например, у кого совсем слабо, да, как синдром понедельника, в понедельник уже, понимаешь, достаточно. Поэтому надо обязательно ориентироваться на свой график. И, возможно, для того, чтобы начать заниматься той же скандинавской ходьбой, его как-то пересмотреть. В том плане, что какую-то, может быть, задачу себя снять, бытового характера, поговорить с родственниками, может быть, они посуду будут мыть, а вы в это время уже пойдете с палками, например, два раза в неделю вечером скандинавить. Что касается приема пищи до, после, и что рекомендуется перекусить? В зависимости от того, когда тренировка. Глобально мы едим плотную пищу, там, первый, второй, третий компот, естественно, за час, самый минимум, оптимально за полтора часа. Если мы говорим о более легкой пище, то это может быть час и 30 минут, нужно прекрасно понимать, когда мы поели, вся кровь у нас уходит образно к желудочно-кишечному тракту, чтобы пищу переваривать, распределять, по ДПО, по различным и так далее. Когда мы начинаем скандинавить, так же, как и бегать, прыгать и скакать, у нас кровь уходит к мышцам, и для нашей нервной системы будет просто взрыв. Непонятно, куда нужно перенаправить кровь, то ли к желудку, то ли к мышцам. В результате этого могут быть различные проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, тошнота, недомогание, рвота, урчание и так далее. Поэтому график – залог результата. Ну, еще, мне кажется, стоит разминку вставлять, да? Однозначно. Если люди пойдут, расскажите. Структура занятия, независимо от того, мы танцуем, бегаем, плывем или ходим с палками, она едина. У нас идет вначале суставная гимнастика со скандинавскими палками. Благодаря тому, что у нас есть две палки, мы можем как два инвентаря дополнительных использовать для увеличения сложности упражнений, то есть задействовать сразу движения и рук, и ног, и палок. Сделать хотя бы в каждом суставе круговое движение. В идеале это делать от стопы. Это связано, опять же, с физиологией нашего организма. Нам очень важно запустить работу икроножных мышц, которые у нас от пятки до колена, потому что это основной насос нижних конечностей, который облегчает венозный возврат. Опять же, особенно если есть изменения среди сосудистой системы, или даже если их нет, но такая жара, как сейчас, поверьте, в любом случае нагрузка очень большая. Поэтому начинаем с стопа, голеностоп, колено, хотя бы круговое движение. В идеале, конечно, легкая суставная гимнастика в виде приседаний, махов, потому что это положительно сказывается на амплитуде движения наших суставов, что лежит в основе, естественно, и длины шага, и бытовой активности. Друзья, у нас сейчас музыкальная пауза, мы немножко послушаем песни, может быть, подвигаемся, потанцуем со скандинавскими палками, здесь походим по эфирной студии. Если у вас есть вопросы к нашей гости, напомню, что у нас в гостях кандидат медицинских наук Кристина Володина, и мы говорим про скандинавские палки. Может быть, вы думали заняться, не заняться. Вот сегодня, как раз тот день, судьба дает вам информацию полезную, так что пишите, спрашивайте, ну и потом все заниматься. Полезное время с Романом Шаховым и любовью Володиной. Во дворе бродить лучше с компанией, и если у этой компании будут скандинавские палки, дорогие друзья, мы сегодня здесь, в эфире полезного времени, говорим о том, насколько это полезно. И уже вот много было информации. В гостях у нас кандидат медицинских наук Кристина Володина. У меня вопрос о том, насколько это интересно молодым людям, потому что вот не совсем правильно в плане пиара это все когда-то пришло в нашу страну. Везде, насколько я понимаю, ходят на плакатах там молодые финны, да, спортсмены. У нас почему-то это больше все с людьми зрелого возраста ассоциируется. Как меняется? Я думаю, что жители нашей страны с возрастом становятся более бережливыми по отношению к себе. Это с одной стороны, поэтому они первые быстрее, скажем, молодых заметили преимущество скандинавской ходьбы, но средний возраст подопечных в нашем проекте это как раз 30-35+. Безусловно, у нас есть кто из более старшего возраста занимается, но сегодня у нас четверг, во вторник я провожу свои тренировки, и плюс-минус мы все одного возраста. Что можно сказать молодым слушателям Радио Шансон? Почему стоит заняться скандинавской ходьбой, если вроде как у них еще руки двигаются, лопатки тоже там шевелятся, ноги тоже шагают здорово? Ну, во-первых, занятия с нами это не только кардио-тренинг методом скандинавской ходьбы, у нас большое количество силовых, суставных, координационных упражнений, и я уверена, что если кто-то из наших слушателей сегодняшних до нас дойдет, я удивлю, и улыбка будет на лице на протяжении, можно сказать, всего занятия. Так же, как и мои коллеги, которые в других парках преподают занятия. И, конечно же, многие считают, что для того, чтобы достичь какого-то результата, нужно какой-то изнуряющий вид физической нагрузки, чтобы там со всех ушей пар шел, пот лился и так далее. Но это в корне неверно, потому что наше сердце, оно рассчитано на определенный диапазон тренировки. И для того, чтобы сохранять свое здоровье, а не забирать у себя ресурс, когда там 6-9 часов посидели на стуле, все в стрессе в каком-то, и после этого пошли еще, не знаю, на тумбу в кроссфите запрыгивать, ну, вот так вот и становятся люди, пациентами в разных диссертациях. Все должно быть в удовольствии, что немаловажно. Разрешите, вот вопрос задают, как с варикозным заболеванием ног можно заниматься и можно ли? Глобально нужно сделать УЗИ нижних конечностей, проконсультироваться в зависимости от результата, либо с флебологом, если все-таки там требуются какие-то оперативные вмешательства, если, опять же, нету воспаления, тромбов и так далее, то, конечно, смело брать в руки скандинавские палки или идти в бассейн, почему я всегда или-или, чтобы не было какой-то узости. Будучи врачом по спортивной медицине, по лечебной физкультуре, я предлагаю разные виды тренировок. Самое главное найти тот, который ближе и откликается каждому из нас. В частности, скандинавская ходьба, она запускает вот тот насос, о котором мы уже говорили ранее, в виде икроножной мышцы, и очень здорово тренирует и клапаны, и облегчает работу клапанов вен нижних конечностей. Поэтому, возможно, кому-то потребуется какая-то комплексная терапия, медикаментозная, назначенная врачом-флебологом, кому-то компрессионный трикотаж, а кому-то только, например, кардионагрузки методом скандинавской ходьбы. На каком пульсе ходить надо? Прекрасный вопрос. Как и весь эфир, знаете, отвечаю вам, индивидуально, индивидуально, индивидуально. Почему? Потому что, например, у меня пульс покоя 60, Роман, у вас, предположим, 65, а у Львовь, предположим, 70. Следовательно, для одного будет зона 105-110, для второго 110-115, для третьего человека, например, 135-145. Поэтому есть специальные тесты, которые определяют эту зону. Есть формула, но мы формулой пользуемся, если практически здоровы. Формула Карбонева, опять же, мы вычитаем свой возраст, у каждого из нас свой возраст и свой пульс покоя. И в зависимости от тех целей, которые мы преследуем, одни хотят худеть, другие тренировать сердце, третьи готовятся к марафону, четвертые наращивать мышцы. Поэтому нет такой цифры, что занимайтесь все на пульсе 120-130, и будет вам счастье. Нет, всем счастья не будет, кому-то будет. Поэтому всегда, как во всем, знаете, мы одни макароны любят, не знаю, другие гречку. Вот здесь то же самое. Интуиция же в целом не подведет. Ты же будешь по ощущениям понимать, тебе сейчас хорошо или как-то уже через... К сожалению, нет. Особенно, если есть сахарный диабет. Человечку хорошо, бамс и инфаркт миокарда. Поэтому я большая сторонница комплексного подхода, где не обязательно во главе у глаз стоит врач, потому что, ну, будем честны, не везде у нас хватает врачей ЛФК, но грамотный инструктор, который понимает, кого и чему он обучает, понимает, что физкультура – это все-таки нагрузка, это как лекарство и яд. Одно отличается от другого дозировкой, так и здесь. Поэтому ищите грамотного специалиста, который спрашивает не только ваше имя и выдает вам в ответ на имя скандинавские палки или, не знаю, там, плавательный комплект, кроссовки и все прочее. Ну, еще поправьте, если я где-то ошибусь. То есть скандинавская ходьба, она дает возможность потратить за такое же количество времени, как, например, ходьба и бег, большее количество калорий. Глобально, если техника правильная, конечно, мы вовлекаем, если сравнивать с ходьбой, намного больше мышц, не только мышцы ног и опосредованное туловище, потому что все-таки, когда мы бежим, у нас туловище активно задействовано, но не так, когда мы активно задействуем руки и ноги при ходьбе скандинавской, и от этого еще активнее задействовано туловище, и как раз сердце начинает интенсивнее сокращаться. Например, на обычной ходьбе мы идем 90-95 ударов в минуту, и для сердца это бытовая активность. Он думает, классно, идем в магазин, сейчас круассан, кофеек, жизнь удалась. А когда с палками, та же самая, например, скорость, по прямой, например, но мышц работает больше, и сердце уже чаще сокращается, потому что ему нужно дать кислород и питательные вещества и ногам, и рукам, и туловищу, и результат, пульс, например, 105. А это как раз тот, на котором снижается уровень холестерина, давление, жировая ткань используется в качестве образования энергии, и вот мы, например, и вес снижаем. То есть такой комплексный подход. Отлично. Несколько слов о том, где вас искать в интернете. Расскажите. Наш сайт называется Nordic Health. Северное здоровье, если переводить на русский язык, если к этому добавить, например, Кристина Володина, 100% все поисковики выдадут наш сайт. В нашей московской команде работает более 10 человек. Каждый понедельник, например, на проспекте Вернадского можно потренироваться в парке «Пятидесятилетие октября». Каждый вторник я провожу занятия. Это метро «Динамо» Петровский парк. И по вторникам проходят нас бесплатные занятия совместно с онкофондом для онкопациентов. Но мы их называем онкоспортсмены, потому что, поверьте, люди, которые столкнулись с такой ситуацией, нашли в себе силы взять в руки скандинавские палки, каждый вторник в 19.30 приезжать в парк Горького и тренироваться под руководством моей коллеги, врача и ученицы Ирены Агапитовой. Это, конечно, герои в прямом смысле слова. По вторникам у нас также проходят тренировки в «Саду будущего». Наш старший инструктор Елена Глухова проводит. Это метро «Ботанический сад». Каждый четверг метро «Тополёва» с Полиной Каратун. Каждый четверг также с Ириной Агапитовой в парке Горького проходят занятия. И каждые выходные мы куда-то вывозим наших подопечных, идём с палками, любуемся усадьбами, варим кофе, свежесваренный на костре. Поэтому всех зову на сайт изучать анонсы. И там же, друзья, можно приобрести книгу Кристины Володиной, которая посвящена скандинавской ходьбе. Основы скандинавской ходьбы, да, она так и называется, где и про технику, и про строение скандинавской палки, и про структуру занятия, и про те тесты, очень подробно про которые я там описала в четвёртой главе. Поэтому кто хочет прям погрузиться в мир движения палок... Разрешите вам сказать большое спасибо и добавить, что мы рады знакомству с вами, и спасибо вам за те знания, которые мы сегодня вот всей страной получили от вас. Благодарю за приглашение. Кандидат медицинских наук Кристина Володина была в гостях у Радио Шансон. Это было прекрасное, северное, полезное время. Берём палки, Ромочка. Да, уже вне в руках. И на вечернюю прогулку. Прощаемся, друзья. Всем физкульт пока. Любовь Володина. Роман Шахов. Пока. Счастливо. Полезное время с Романом Шаховым и Любовью Володиной.